Здравствуйте, друзья! Вы на канале Red Fury MMA. И в этом выпуске мы послушаем комментарий Али Абдалязиза про следующий поединок Хабиба Нурмагомедова. Также слова и самого Хабиба. Всем вам желаем приятного просмотра, друзья! Спонсор показа – компания 1Х. У них всегда большие коэффициенты и быстрые выплаты. А по промокоду Red Fury вас ждет крутой бонус. Переходите и регистрируйтесь. Все ссылки в описании и в комментариях под этим видео. Давай поговорим о твоем клиенте Хабибе. Все идет к тому, что он будет драться в сентябре в Абу-Даби против Парьев. Еще не все подтверждено, но какие у тебя мысли о том, как идет дело? Мы работаем над этим. Осталось чуть немножко. Я думаю, все идет хорошо, но мы еще не пришли к официальному заключению. Это будет хорошая дата для возвращения Хабиба. Хабиб, он уже сказал мне, что хочет драться в сентябре, в декабре и в апреле. Это три даты, которые он дал мне. Я уже сказал об этом UFC. Парни – отличный соперник. Также другие бойцы поднимаются в легком. Есть Сирони и Фергюсон. Также есть этот парень Конор. Ты знаешь, это довольно весело. Если Конор выйдет и подерется, и выиграет потом, он может просто перешагнуть этих парней. Ты думаешь, это возможно? Послушай, в конце концов, это промоушен, так? И к тому же, он хочет реванш. Мы сказали нет. Конор? Да, да. Хабиб официально сказал нет? Да, Хабиб сказал. Он сказал это публично. Ты знаешь, если уж он хочет получить реванш, он должен выйти и одержать победу. А UFC показали, что они хотят реванш. В конечном итоге, все знают, что это самый большой бой, который можно сделать. И UFC – это компания, которая хочет заработать. Конор получал реванш каждый раз, когда он проигрывал. За исключением Флойда. Ты знаешь, я не думаю, что он заслуживает его. Какой бой сложнее с Парье или с Конором? Парье выглядел хорошо против Макса. Да, конечно, Макс – это не Хабиб. У них разные стили. Парье – это отлично боец. Но тут другой уровень. Мне нравится Парье как человек, я так же долго тренировался с ним. А ты никогда не говорил плохое о нем? Мол, он мертвец и все такое. И что у него будут проблемы? Я знаю его лично, мы были вместе на протяжении месяца. Тренировались вместе. Он отличный парень. Так же ты знаешь. Он великолепный соперник. Он опасен. У него много качеств. Но послушай, 27 человек пытались и 27 потерпели поражение. Будет то же самое. Ты будешь на спине. Потом ты начнешь паниковать. Потом его отработают. А потом, возможно, тебя и финишируют. Хабиб Нурмагомедов также дал комментарий по поводу своего следующего боя. Все слушаем, друзья. Все официально не анонсировали бой. Ни я не анонсировал, ни соперник. Пока официально ничего нет. Загвозки. Как такое? Загвозки нету. Просто контракта нету. Контракта нету. Ждем. Они предложили свои условия. Я предложил свои условия. Так что мы такой к середине еще не пришли. Но переговоры идут. И 90% бой должен состояться. Я уже начал готовиться. Чуть больше 100 дней до боя. Чувствую себя хорошо. В Рамадан проводим по две тренировки в день. До Ифтара, до Сухора. Стараемся работать чуть осторожно. Потому что целый день воду не пьешь, не кушаешь. Организм обезвоженный. Обезвоженный к концу дня. И работаем грамотно. В основном делаем грейплинг, делаем растяжку, качку делаем. Стараемся, чтобы меньше спаррингов. В такой месяц не хочется, чтобы друг друга по лицу вели. Никакого спецпитания нету. Просто целый день кушаешь и ночью кушаешь. Стараешься не обжираться и все. А так, основной, все нормально. А на этом я прощаюсь с вами, ребята. До следующего выпуска. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, а также включить колокольчик, чтобы увидеть выпуск первыми. Всем пока!